Дорогие цветоводы, всем большой привет! На дворе 3 августа. Сегодня я везу срезку эустомы, ну и там по мелочи, в город. В общем, хочу я вам показать свою астру. Сразу не буду долго мусолить. У меня она очень сильно заболела. Подскажите мне, что мне с ней делать? В прошлом году я ее выращивала, кстати, второй год всего лишь на срезку. В прошлом году у нас было лето очень жаркое и каких-то таких признаков болезни. Там что-то проявлялось, я в общем проходила железом. В этом году я упустила этот момент. У нас дожди, вот сейчас немножко солнышко светит, а потом в обед может дождь опять пойти. Короче, у нас это лето вообще очень сильно дождливое. Для статицы, для астры оно вообще, можно сказать, никакое. В общем, она заболела. Вот, смотрите, вот эта вот грядка вообще очень сильно больная. Она вот такая вот, знаете, такое ощущение, как будто это ожоги какие-то. Ну, это, я так поняла, какая-то ржавчина, это грибок. Она вот просто тупо погорела. Вот, с каким-то удобрением я не могла ее переудобрять, потому что, ну, и особо я ее-то и не подкармливала. Вот, наверное, надо было что-то вот, что-то, короче, я какой-то момент упустила. Что мне сейчас с ней делать? Я вот, честно, не знаю. На днях я взяла, получается, позавчера, навела фитоспорин с кальевой селитрой. Ну, как бы написано, что кальевая селитра, если там, что признаки какого-то бурения или так далее, что она помогает. В общем, навела, побрызгала вечером, а с утра уже и дождь пошел. Поэтому, наверное, все и смыла. Сейчас, не знаю, может опять фитоспорином пройти. Но фитоспорин, сами понимаете, что это не лечение. Он чисто для профилактики. Это биофунгицид. Ну, в общем, не знаю. Вот еще грядочка с астрой. Она, тут у меня, кстати, хорошая такая астра должна быть. Вот она, серенада. Ой, серинга. Вот она, наверное, подобие хризантеллы. Кстати, когда покупала семена, там было, что написано, что типа она не подвергается всяким полячкам. Но не тут-то было. Вот видите середины. Ну, знаете, как бы, что-то я вот получше, что ли, она стала. Не знаю. В общем, наверное, еще раз фитоспорином пройду. Калевая селитрой. Не знаю, под вопросом. Вот это вообще сильно. Видите, заболела. Короче, у кого есть такой опыт, подскажите, пожалуйста. Так-то, в принципе, неплохая астрочка. Ну, есть, конечно, вот эта должна была быть махровая такая. Ну, это с обычных пакетированных семенах. Бинезев, смотрите, что-то там пытается новые выходить, но не знаю, вряд ли, наверное, будет уже срезка в этом году. Бинезев Мадам Беттерфляй очень хорошо разошелся. Он прям всем понравился. Так что я рекомендую вам на срезку именно выращивать его. Оставила вот по колосику. Посмотрим, что на следующий год вырастет из этих семян. Так, гладиолусы тоже советую. Если будете на срезку выращивать, прям массово садите их очень-очень много, потому что зацветают они неравномерно все равно. И если есть возможность, лучше посадите в теплице, чтобы не к сентябрю месяцу они у вас расцветали, там, к первому сентября, но тоже, конечно, на первое используйте спросом. А, например, в июле месяце, потому что июнь, июль, вот самые такие хорошие торговые месяца летом. И вот меня очень часто спрашивали гладиолус, но его не было у меня. Вот, сейчас он зацветает, но, по-моему, он сейчас никому не нужен будет. Говорила, не говорила, у меня вчера букет заказали, получается, я обязательно сейчас вставлю в видео, сняла его. В общем, делала букет вчера из эустомы, там львиный зев, всякое такое, и вот делала срезку. Вот, вот это вот, получается, пооставляла по одному, по два бутона. Надо, кстати, ее сейчас сильно залью. Видите, макушки вниз уклонят, значит, ей жарко, ей надо этот полив. Сейчас, наверное, капельный включу. Вот. Так, что еще хотела сказать? А, поставляла по одному-два вот бутона, и вот, получается, через неделю будет еще срезка, и, наверное, буду уже показывать, как я связаю. Ну, в принципе, у меня есть там, видео. Вот так вот, например, один-два бутона на веточке оставляю, чтобы вот это вот посильнее распустилось. Вот такие вот все, такие вот, где, вот видите, это все я на семена оставляла. Посмотрим тоже на следующий год, чтобы он повырастает. Будем экспериментировать с вами вместе. Вот такую вот кремовую оставила. Вот это вот белая. Хожу, опыляю. Вот сейчас буду тоже опылять. Вот это вот мне понравилось. Вот видите, вот она уже готова к опылению. Он открытый, пестик тычинки. Вот эту тоже оставила на опыление. Вот эти, кстати, зеленые мне понравились. Откуда эти семена у меня взялись? Честно, я даже не помню, чтобы я опыляла гибрид зеленый какой-то. Вот этот вот оставляла. Да, только веточка не сильно пушистая, но оставила на опыление. Вот белая. Вот так вот. Вот видите, какая прикольная. Это вот уже получается из гибрида второго поколения. Вот они получаются. В общем, у кого есть опыт по лечению болячки астры, обязательно напишите. Или вообще посоветуйте мне, что с ней делать. Я вот честно даже не знаю. Так, у меня же еще здесь вот эта вот астра кустовая. Тоже, блин, заболела она. У меня на нее такая большая надежда была. Видите, она уже начинает зацветать. Кустики. И вот. Фу, оттуда какая-то пыль идет. Это вот, наверное, какая-то... Ой, блин, это вот, наверное, вот этот вот грибок есть. Сейчас, наверное, пройдусь все-таки фитоспорином. Еще раз. Потому что у меня вообще ничего нет. Никакого лекарства, ничего. Чем вот полечить. Никакого фунгицина, вот кроме фитоспорина. Все. Вот цинии зацвели. Вот это вот все я на семена оставила. Дару. Или, как мне написали, что это Ами. Дикая морковь. В общем, у нее название. Вот. И оставила орлаю тоже на семена. Она уже отцвела. Вот они завяжутся семянки. Так что орла и тоже много будет на следующий год. Прикольный цветочек. Вот. В общем, вот такие вот дела. Сейчас ставлю видео с букетом. И все, друзья. И на этом, наверное, до следующего видео. Так. Ну вот. Срезка. Получается. Вот вся Иустома. 70 штук Иустомы срезала. Часть немножко статицы. И вот львиный зев. Последний. Вот такой он высокий получился. Он метровый. Вот эти вот. Они метр. Ровно метр. Вот такой вот урожай нынче. Вот она. Иустома вся-вся разноцветная, прикольная. Ну и вот. Первые гладиволосы. Малюцела. Вот так вот. Так. Ну вот сделала букетик. Вот такой вот он получился. С них сама, в общем, все, можно сказать, оттенки. Я вот с ним только синюю не брала, ну потому что она здесь лишняя была бы. Вот. Львиновая зева добавила. Дары немножко добавила. Теды малюцелу. И голосовидная опроса. Конечно, мне еще надо учиться и учиться делать букеты. Делать композиции, чтобы все это гармонично смотрелось. Немножко так, как салатик выглядит. Ну, я надеюсь, понравится. Потому что когда-нибудь, надеюсь, я пройду курсы каких-нибудь хороших ларистов. Все будет хорошо у меня. Так. Ну, в общем, вот. Вот такой вот букет. Сейчас он отбивается и, в принципе, уже скоро за ним приедут. Самое главное, чтобы хорошо цветочки напились у вас. Благо, что в деревне забирают. Ну, что, буквально 5 минут и поставят на воду. Вот. Вот такой вот он. Ну, достаточно объемный получился. Продолжение следует.